МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Очередной долгострой, когда сдадут дорогу на Чапаева. Путь к успеху в Центре поддержки предпринимательства стартует грантовый акселератор. Тепло, общение, центры досуга пожилых людей возобновили свою работу. Подробности далее. Работы по строительству дороги к детской поликлинике на улице Чапаева скоро возобновятся. ДЭП заключил контракт с управлением капитального строительства и сейчас везет подготовку территории, убирает древесину и строительный мусор. Все подготовительные работы должны завершить в соответствии с контрактом до 9 декабря. А проектом предусмотрены следующие виды работ. Перекладка двух сетей водопровода, прокладка будет присутствовать в футлярах, вынос кабеля связи, реконструкция передачи освещения. То есть работы по устройству заново тех коммуникаций, которые уложены или находятся в зоне строительства этой дороги. До начала зимы ДЭП также выполнит и щебеночные работы. Укладка асфальта и дача проекта в эксплуатацию запланированы на следующий год. На участке дороги длиной 497 метров предусмотрены два остановочных кармана для общественного транспорта, двусторонние тротуары. В этом году дорожное эксплуатационное предприятие уже завершило два объекта городского пространства Скверно-Мира и детский парк по улице Сосина. Все предусмотренные работы сотрудники выполнили в срок в полном объеме. Сейчас в парке ведут корректировку систем наблюдения. Немножко осталось выполнить работы по настрою видеосистемы наблюдения. Значит, у нас две-три камеры сейчас еще не подключены. Но на днях уже суп-подрядчик наш заверил, что система будет работать и функционировать полностью в хорошем виде и в полном объеме. Напоминаем, что работы по благоустройству сквера и парка прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. «Акселератор. Путь к успеху» проводится в Сарове с 2019 года. Принять в нем участие могут практически все желающие. Как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается об открытии своего бизнеса. Главное – иметь какую-то бизнес-идею, коммерческий проект, который несет благо для нашего города. Первая установочная сессия «Акселератора» стартует у нас 31 октября. У нас приезжает руководство Центра инновации социальной сферы. Надо сказать, что «Акселератор» проводится в партнерстве с Ассоциацией промышленников и предпринимателей и Центром инновации социальной сферы при поддержке Министерства промышленности Нижегородской области. Ежегодно «Акселератор» вызывает большой интерес у предпринимательского сообщества. Образовательная программа включает в себя серию практических тренингов и семинаров по вопросам предпринимательской деятельности, маркетингу и продвижению, разработке бизнес-плана и презентации, искусство выступления. В этом году мы вводим еще один блок, который не был ранее в «Акселераторе». Это генерация бизнес-идеи. Это способ выбрать идею, которая является наиболее жизнеспособной. А может быть и не одну идею. И много-много других направлений. И, конечно же, в рамках «Акселератора» мы всегда упаковываем бизнес-модель. Авторы лучших идей получат гранты до 150 тысяч рублей. Финансирует их РФЯЦ в НЕФ. «Акселератор. Путь к успеху» стартует 31 октября. Защита проектов запланирована на 29 ноября. Имена победителей участники узнают 1 декабря в рамках форума «Добрый бизнес» в Нижнем Новгороде. Подробности и запись по телефону 99264-99263 и на сайте ЦПП. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ24. Экономика, культура, городское пространство, молодёжная политика, наука и общественно-политическая секция. По этим направлениям работали участники форума «Молодёжных инициатив», который прошёл в Молодёжном центре. Формат мероприятия предполагал случайное разделение участников по секциям. Перед ними стояла задача выявить актуальные для города проблемы в конкретной сфере и найти пути их решения. Возможно, кто-то уже пришёл с какими-то наработками, но я так думаю, что сегодня будут определённые кейсы, которые можно будет решить. И вот сгенерировать какую-то такую новую идею, которая придётся всем по душе и получит восторженные отзывы о том, что да, в СОРОВе надо такое. Почему решил принять участие здесь? Ну, во-первых, это знакомство новое для себя открываю, большие знания, надеюсь, что получу здесь. Пока мы сюда пришли, очень радует атмосфера, все улыбаются, знакомятся, атмосфера очень доброжелательная. Организовало мероприятие «Молодёжная палата» при городской думе города СОРОВа. В форуме приняло участие около 60 соровчан в возрасте от 16 до 35 лет. Некоторые участники секции даже были незнакомы друг с другом. Однако неловкость в общении быстро сменили бурные дискуссии и обсуждение актуальных городских проблем. Направляли и давали советы участникам приглашённые эксперты. На форум также пригласили председателя молодёжного парламента при ЗАГС собрании Нижегородской области Артёма Савина. СОРОВ – это, наверное, такой город тайн. С одной стороны, это тайны научные, с другой стороны, это тайны национальной безопасности. Но в то же время это и город прорывных открытий, город невероятных мыслей. И поэтому я бы очень сильно хотел, чтобы те молодёжные инициативы, которые мы будем обсуждать, они действительно были прорывными, как и полагается Саровской земле. Я уверен, что как бы то ни было, но результат сегодня будет положительный. Хотя бы потому, что вы не просто придёте и чем-то поделитесь, вы поработаете вместе и познакомитесь. Чем больше таких площадок для пересечения разной молодёжи, которая сегодня есть в городе, у нас будет, тем будет лучше. В результате мозгового шторма и бурных обсуждений команды представили шесть проектов. Лучшие из них выбирали голосованием. Победила секция «Экономика промышленности предпринимательства», презентовавшая проект «Алые паруса Сарова». Его реализуют с помощью молодёжной палаты. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. При входе в 20-ю школу – стенд с надписью «Память героя». В этом году, 24 октября, исполнилось 20 лет со дня гибели Константина Васильева. Его имя стало известно после трагических событий, которые произошли на Дубровке в Москве. Константин Васильев, услышав о захвате заложников в здании театрального центра, решил освободить людей ценой собственной жизни. Он вступил в переговоры с террористами и предложил себя в обмен на детей. Боевики расстреляли Константина в упор. На момент смерти ему было 35 лет. Мы его считаем героем, действительно. И со слов учителей, это был очень ответственный, очень душевный человек, который действительно любил родину, любил своих родителей, был спортивным, опять же, глубоко верующим человеком. Подполковник юстиции Константин Васильев – наш земляк. Учился он в 20-й школе. Экспозицию памяти открыли в его родной школе в первую годовщину гибели Константина. Личные вещи героя музею передали его боевые товарищи и родственники. Китель Константина Васильева принесла в школу его мама, ныне покойная Надежда Степановна. Ежегодно в этот день педагоги рассказывают ребятам о подвиге мужественного и решительного офицера. Проводят экскурсию по уголку памяти. Он хотел спасти многие жизни и обменять на себя, себя на детей, которые там были. Похранили его в нашем кладбище, и когда его хранили, там был запах яблок. Заложников на Дубровке в Москве захватили 23 октября 2002 года. Группой 40 вооруженных чеченских боевиков удерживало в течение трех дней 916 человек из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании театрального центра. По официальным данным, при теракте погибло 130 человек. В 2004 году подполковник Константин Иванович Васильев посмертно награжден Орденом Мужества. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Леана Чугреева – молодой педагог в 15-м лицее. Сюда она пришла работать учителем русского языка и литературы в этом году. За Леаной Мерзеевной также закрепили классное руководство 5-м А-классом. Молодого специалиста всегда поддерживают коллеги и руководство. Хоть Леана Чугреева работает в лицее еще не так долго, она уже осознала, что попала в правильное место. Большая честь работать с такими опытными коллегами, с такими замечательными детьми. И, конечно же, благодарными родителями, которые всегда помогают мне и в учебном процессе, и во внеучебной деятельности. Одно удовольствие – работать в 15-м лицее. Ко дню лицея ребята 5-го А-класса вместе со своим классным руководителем подготовили театрализированную постановку. Репетировать ученики начали еще в сентябре. День лицея для учащихся – это возможность поблагодарить педагогов и сказать спасибо за те возможности, которые открывает перед ними лицей номер 15. Я хочу сказать спасибо ему за знания и за друзей, так как в лицее у меня появилось много новых друзей. Я узнала много нового и узнала, что есть разные предметы. Лицей мне подарил очень много знаний. Также весь наш класс очень уважает всех учителей наших. Также в этой школе нам нравится учиться больше, так как мы в этой школе ощущаем себя намного старше. В прошлом пандемийном году день лицея проходил в конкурсном формате. Ребята предоставляли работы на суд жюри. В этот раз мероприятия в лицее номер 15 проходили на протяжении всего дня. Каждый класс подготовил свой творческий номер по общей теме – лицей вчера, сегодня, завтра. Также на праздники вспоминали историю учреждения, отмечали его основные успехи и достижения, поздравляли педагогический коллектив и самих лицеистов. Конечно, мы подводим итоги прошлого учебного года. По итогам единого государственного экзамена в прошлом году 4 лицеиста получили на экзамене 100 баллов. В лицее славятся и своими медалистами. По итогам прошлого года 19 выпускников получили золотые медали, что, конечно, очень высокое достижение. В день лицея на сцене прозвучали и вокальные номера, а театральная студия «Зеркало» представила зрителям свой новый спектакль. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Директор колбы и пробирки Санкт-Петербург. Что общего у этих слов? Их объединяет выступление команды детского сада номер 4 «Солнечный город» в финале шестого городского конкурса «Театральный марафон профессий». Перед авторами сценария стояла непростая задача – объединить профессию орудия труда и регион России, доставшийся им в ходе жеребьевки. На несколько мгновений сцена превратилась в школьный кабинет химии. Директор вместе с учениками творили волшебство, смешав в воде с красителем обычную соду и лимонную кислоту. У нас очень дружная команда детского сада 4 «Солнечного города», поэтому у нас, как большая семья, мы готовили сценарий вместе. Дети нам помогали, естественно. Все с самого начала было очень здорово, поэтому мы поняли, что сегодня наш дебют всем понравится. На сцене выступали и опытные конкурсанты. К примеру, Елена Парфенова вышла на эту сцену в пятый юбилейный раз. Два года она играла в темпе со старшим сыном, еще два года с младшим. Впервые на сцене они втроем. Команде 41-го детсада досталось не самое простое сочетание. В свой сценарий они обязательно должны были включить учителя начальных классов «Рубанок» и «Калмыкию». Сначала должна голова и мозг вскипеть несколько раз, чтобы потом пришла какая-то идея и какой-то сценарий. В принципе, у нас так и произошло. Мы сначала долго думали, а потом все в красивую и лаконичную, и гармоничную, и интересную идею у нас вылилось. Помимо учебных будней, на сцене показали и народное творчество. Маленькие гости дворца узнали необычную народную сказку о том, как мышь, обманув верблюда, вошла в название одного из годов калмыцкого календаря. Всего на сцене выступили 22 команды детских садов города. Многие приходят сюда год от года не за победой, а за эмоциями – ради улыбок детей, которые впервые выходят под свет софитов. Примеряют на себя разные образы, причем не один, а вместе с самыми важными людьми в их жизни – родителями. Не все герои носят плащи. Медики, например, носят халаты. Когда я надеваю свою рабочую форму, я чувствую ответственность за все живое на этой земле. Так о своей будущей профессии в видеовизитке рассказывает студентка Саровского медколледжа Екатерина Вилкова. К конкурсу «Лучший студент медик СПО» она подошла серьезно и ответственно. Впрочем, скурпулезно относиться к поставленным задачам вошло не в привычку. В учебе Екатерина считает самым важным не оценки и поощрения, а знания, благодаря которым она будет помогать людям. Настоящий студент года должен быть примером для других студентов. То есть не пропускать пары, учиться хорошо. Должен учить материал не только для того, чтобы получить оценку, а просто для того, чтобы знать, просто для того, чтобы это усвоить. И потом использовать в профессиональной деятельности и быть профессионалом. Помимо успехов в учебе, конкурсанты должны были представить на суд жюри информацию об участии в общественной жизни колледжа, о волонтерстве, патриотических мероприятиях, спортивных достижениях и просто личных интересах. Екатерина возглавляет волонтерский отряд МИК «Милосердие и гуманизм». С 2020 года я являюсь в нем лидером. И это моя основная волонтерская деятельность. То есть мы участвуем в событийных мероприятиях, мы помогаем приюту для животных, мы помогаем детям. Каждый год первокурсники проводят сказку для детей в отделениях. То есть много чего еще. По итогам проделанной работы в конкурсе «Лучший студент Медик СПО» Екатерина Вилкова заняла второе место. Желаем ей дальнейших профессиональных успехов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Как стать актером или просто прийти на работу в театр? Что делать, если забыл слова на сцене? Как создать детский спектакль или как выбрать постановку, которую стоит показать саровчанам? В храме искусства, театре, активисты российского движения школьников и детской палаты «Галактика» смогли узнать все интересующие их вопросы, прикоснуться к театральной жизни, узнать секреты закулисья. На откровенный разговор вызвали актрису и режиссера Юлию Петрушину и заведующую литературной частью Ольгу Логинову. Если для Юлии выступление перед большой аудиторией уже привычное дело, то для Ольги это был совершенно новый опыт. И им интересно, и мне оказалось очень интересно рассказывать какие-то истории из своей жизни. Где-то я уже через полчаса я поняла, что я абсолютно их не боюсь, что я могу быть с ними открытой. Так здорово, что их интересует и театр, и какие-то такие довольно глубокие вопросы и про литературу, и про жизнь, и про мир. Чудесные, чудесные дети. Кого-то из ребят интересовало, как поступить в театральное училище и стать актером. Своим опытом поделилась Юлия Петрушина. Также актриса дала несколько практических советов. Самые смелые ребята вышли на импровизированную сцену и почитали стихи, заработав и искренние аплодисменты. «Это просто потрясающая встреча, потрясающие люди, потрясающие эмоции. Это настоящий куш, которым надо воспользоваться. Встретиться с настоящими актерами, режиссерами, узнать очень много нового для себя, зарядиться мотивацией, делать что-то новое. Важное для других людей и испытывать для этого настоящее счастье». Разговор о театре – часть большого проекта «Классная встреча» российского движения школьников. До этого ребята уже ходили в художественную галерею и принимали спикеров у себя. Среди их гостей были и волонтеры из Донбасса, и военные кинологи, хореографы и многие другие. «Классная встреча» рассчитан на школьников с 7 до 17 лет. Это могут быть любые школьники из разных школ города. И принять в нашем проекте они смогут активное участие. «Целью, наверное, в том числе является профориентация, чтобы ребята понимали, куда они могут поступать после 11 класса и определиться со своей будущей профессией». По традиции классная встреча завершилась общим фотографированием участников. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Окунуться в сказку приглашает Саровчан библиотека имени Маяковского и детская школа искусств номер 2. В преддверии «Ночи искусств» в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в Маяковке открылась выставка художественной резьбы по дереву в Абрамцево-Кудринском геометрическом стилях и Татьянке. Есть и маркетри. Все работы выполнили преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 2. Здесь представлены панно, шкатулки, разделочные доски. Ну, это все декоративный вариант. Также представлена есть работа лоток. Это как в древние времена подавали хлеб с солью. Вот этот сам поднос называется так. Особое место на выставке занимает изображение в технике маркетри. Выполняли эти сложные произведения преподаватели. На каждое такое полотно уходит много времени. Работа требует внимательности и усидчивости. Берется сам эскиз на бумаге и вырезается небольшой фрагмент. Подкладывается древесина, направление волокон, цвет, тон. Вырезается специальными ножами, резцами и приклеивается на гумирную ленту. Дальше эта вся картина прессуется на основу и вышлифовывается. Маркетри выполняют и дети, но у них работы более простые. Они начинают с подставок под горячие или шахматных досок. Учатся подбирать цветовую гамму, направлять волокна. Выставка «Дерево рассказывает сказки» в Маяковке продлится до конца ноября. Познакомиться с ней можно в часы работы библиотеки и на ночь искусств 2 ноября. Без возрастных ограничений. Квесты, игры, конкурсы, викторина, мастер-классы, концерты и литературные погружения. Программа мероприятий в Пушкинке на каникулы, как всегда, насыщена. Каждый будний день с 28 октября библиотека ждет ребят любого возраста с утра и до вечера. Откроют каникулы встречи друзей. Здравствуйте, библиотеки. Мы иногда не задумываемся о том, какое значение имеет приветствие в жизни каждого из нас. И мы хотим рассказать ребятам о том, что на самом деле до сих пор в нашей жизни используется очень много таких ритуалов и традиций, которые скрывают в себе глубочайшие смыслы. Мы начнем как раз именно с этого мероприятия для того, чтобы показать ребятам, как важно, чтобы мы были вместе, потому что это помогает решать любые задачи. Неизменными спутниками каникулярных мероприятий в этом году станут котики. Игрушечные пушистики появились в Пушкинке совсем недавно и уже успели полюбиться и детям, и взрослым. Вместе с ними можно будет порисовать, заняться творчеством, почитать интересные книги про котов и порешать кошачьи задачи. Есть и другие нововведения. Например, читальный зал младшего абонемента переоборудовали в зал маленьких первооткрывателей. И во время каникул дети будут познавать здесь тайны природы. В течение всех каникул, начиная с утра и до закрытия библиотеки, можно будет прийти в этот зал для того, чтобы стать участниками интересных научных экспериментов. То есть каждый ребенок, по сути дела, сможет провести какие-то необычные опыты, ну и, конечно, для себя сделать какие-то важные открытия окружающего мира. На сенние каникулы выпадает праздник День народного единства. К этой памятной дате Пушкинка готовит особую программу. Детям расскажут о героизме Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Но это будет не обычная лекция в зале, а настоящая игра-квест, чтобы ребята могли погрузиться в историю и представить, насколько непростой была победа и какой подвиг совершили нижегородцы. Я надеюсь, что все, кто захотят посетить детскую библиотеку Пушкина вне школьных каникул, найдут для себя здесь интересное занятие. Также по давней традиции в каникулу в Пушкинке пройдет концерт учеников и преподавателей Детской школы искусств. Свою программу школьникам предложат и структурные подразделения библиотеки. Все мероприятия для лиц старше шести лет. Подробный перечень есть на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, мы все знаем, что люди, уходя на пенсию, частично уже лишаются какого-то общения. Поэтому в центрах досуга первая задача – это общение пожилых людей, чтобы они могли пообщаться друг с другом, заразиться положительной эмоцией, и чтобы на долгие-долгие годы эта положительная эмоция с ними шла и по жизни. Центры досуга работают в нескольких точках города – на базе библиотеки Маяковского и комплексного центра социального обслуживания, а также в клубах по месту жительства «Мечта и восход» центра внешкольной работы. У нас организацией досуга в учреждении занимается Кучера Светлана Юрьевна, замечательный педагог, который готовит цикл программ «Знакомые все лица». Так как это пожилые люди, то мы, естественно, для этих программ берем известных деятелей искусства, актеров, певцов тех времен советских, которые знакомы нашим бабушкам, дедушкам, которые с удовольствием слушают историю их жизни. Подробнее о работе центров досуга в клубах «Мечта и восход» можно узнать по телефону 98101 и 94390. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Этот год для общественной организации Совет ветеранов выдался насыщенным. Члены Совета съездили в несколько новых мест. Нижний Новгород, Саранск, Муром, Желтоводский монастырь и село Барки организовали праздники и совместные мероприятия. Не так давно ветераны собирались вместе, чтобы отметить День осеннего урожая. Поэтому празднование Дня пожилого человека пришлось отложить. И вот, наконец, члены организации смогли собраться вместе, чтобы в душевной и дружеской обстановке отметить эту дату. Чтобы люди все же не чурались друг с другом, чтобы они общались друг с другом, мы всегда стараемся проводить такие мероприятия. Мы часто собираем людей на различные мероприятия, в частности, чай и пить организовываем. Для людей ведь важно что? Главное – общение, чтобы они не забывали друг о друге. Хорошее настроение создавал по традиции вокалий ансамбль «Улыбка». С Днем пожилого человека он поздравил гостей любимыми песнями. После праздничного концерта для ветеранов подготовили чайпитие. Полные столы с пирогами, бутербродами и различной выпечкой неизменно своими руками готовят женщины – члены Совета ветеранов. Наши женщины молодцы. Они всегда делают все своими руками, своими деньгами. В общем, все-все делают сами. Вот, в частности, сегодня, чтобы праздник провести, они испекли пироги, пиццу, что-то еще другое. В общем, испекли, принесли сюда. И вот мы поставили на столы. В ближайших планах у Совета ветеранов – организовать чайпитие и серию встреч пожилых людей с соцработниками, специалистами пенсионного фонда, МФЦ и депутатами. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Праздник чествования семейных юбилеев под названием «Союз сердец и судеб» стал для города доброй традицией. На протяжении нескольких лет Центр развития культуры и искусства проводит мероприятие, направленное на сохранение семейных ценностей. На торжественной церемонии поздравляются пружинские пары, которые прожили вместе от 25 и более лет. На этот праздник мы приглашаем пары, которые отмечают свои семейные юбилеи, то есть начиная с 25 лет, кратно 5 годам, то есть 25, 30, 35 и так далее, принять участие в данном празднике чествования. Естественно, мы ждем в гости и тех, кто прожили больше 50-60 лет. Праздник чествования юбилея в супружеской жизни всегда проходит по индивидуальному сценарию. На празднике гости познакомятся как с новыми парами, так и с участниками прошлых лет, узнают их истории и семейные традиции. А сами виновники торжества смогут поделиться своим житейским опытом, а также показать творческие номера. После награждения пройдет концертная программа с выступлением артистов города. В этот вечер их будем поздравлять мы. Будут поздравлять и дарить им массу теплых слов, конечно же, первые лица нашего города, общественные активисты, общественных организаций нашего города. И все те, кто пожелает поздравить тех или иных участников данного события, допустим, может быть, их коллеги или же их родственники тоже вместе с ними придут на этот праздник. Для участия в празднике чествования необходимо заполнить анкету, которая размещена на сайте Департамента культуры и искусства artsarov.rf в разделе «Центр развития культуры и искусства» до 7 ноября. Заполненную анкету можно принести в Дом молодежи или отправить на адрес электронной почты, указанной в анкете. Торжественное мероприятие «Союз сердец и судеб» в этом году состоится 1 декабря в Большом зале Дома молодежи. Начало в 18 часов. За информацией обращайтесь по телефону 98252. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Детский фитнес – новое направление для Дома молодежи. Здесь ребята занимаются классической аэробикой, которая включает в себя танцевальные движения, гимнастику и шаги под музыку. В студии можно научиться основным элементам латины и хип-хопа, а также поиграть в подвижные игры. Студия «Фиткитс» направлена на укрепление общего здоровья и развитие у детей, выносливости, силы, ловкости и координации движений. Занятия проходят три раза в неделю. Три группы по 5-6 человек. Также в основном, конечно, это девочки, но мальчики тоже у нас есть будут. Поэтому стесняться не нужно и нужно приходить двигаться, потому что в последнее время дети ведут не столь подвижный образ жизни, в основном это сидячий образ жизни. Поэтому занятия фитнесом именно для них очень даже будут полезны. В студию «Фиткитс» приглашают ребят в возрасте от 9 до 16 лет. Хореографической студии «Звездочки» при Доме молодежи уже более 25 лет. Здесь юные танцоры изучают азбуку хореографии, ее азы. Ребята разучивают разные направления танцев – классические, народные, бальные и эстрадные. При регулярных занятиях у учащихся формируется хорошая осанка, фигура и растяжка. Улучшается координация движений. Воспитанники студии участвуют на праздниках и концертах, получая ценный сценический опыт выступления. У нас есть классический станок, мы подходим к станку, выполняем все азы классического танца. Даже у нас есть и середина, и прыжки, и диагональ, и около станка. Мы занимаемся даже где-то 45 минут, как бы академический час. Занятия в хореографической студии «Звездочки» проходят три раза в неделю. Приглашают детей от 7 до 13 лет. «Звездочки» и «Фиткидс» набирают ребят на бесплатной основе. Подробную информацию можно получить по телефону 982-59. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова